Техническое описание кода неисправности OBD2, датчик положения рабочего коллектора впускного коллектора, диапазон цепи переключателя, блок производительности одно что это значит. Этот общий код неисправности трансмиссии, двигателя обычно применяется к двигателям с впрыском топлива у большинства производителей с 2003 года, к таким производителям относятся, в частности, Ford, Dodge, Toyota, Mercedes, Volkswagen, Nissan и Infiniti. Этот код в основном касается значения, предоставляемого клапаном, датчиком регулирования расхода впускного коллектора, также называемым клапаном, датчиком IMRS, обычно расположенным на одном конце впускного коллектора, который помогает PSM автомобиля контролировать количество воздуха, допускается в двигатель на различных оборотах. Этот код установлен для группы 1, которая представляет собой группу цилиндров, которая включает цилиндры номер 1, это может быть механическая или электрическая неисправность. В зависимости от производителя транспортного средства и топливной системы, действия по устранению неисправностей могут различаться в зависимости от производителя, типа топливной системы и типа датчика положения клапана управления, положения IMRS, впускного коллектора и цвета проводов. Симптомы-симптомы кода двигателя P2015 могут включать, индикаторная лампа неисправности, МАЛ, горит, отсутствие питания, случайные пропуски зажигания, плохая экономия топлива, причины, как правило, причинами этого кода являются, залипание, неисправность дроссельной заслонки, корпуса залипания, неисправность клапана IMRS, неисправный привод, датчик IMRS редко, неисправен модуль управления силовым агрегатом, PSM, требуется программирование после замены, диагностические шаги и информация о ремонте хорошо отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, следующее, что вы должны сделать, это заметить, есть ли другие диагностические коды неисправностей, если какой-либо из них относится к системе впуска, производительности двигателя, Сначала диагностируйте их, известно, что ошибочный диагноз этих кодов возникает, если кто-либо диагностирует этот код до того, как какие-либо системные коды, связанные с работой двигателя, двигателем, были тщательно диагностированы и отремонтированы, Убедитесь в отсутствии утечек на впуске или выпуске, утечка во впускном отверстии или утечка вакуума приводят к снижению скорости работы двигателя, утечка выхлопных газов создает впечатление обедненного двигателя, когда воздух проходит через датчик воздушно-топливного отношения, кислорода, АЕФР, О2 Затем найдите клапан, датчик АЕМРС на вашем конкретном автомобиле после обнаружения Визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите потертости, царапины, оголенные провода, изношенные пятна или расплавленные пластиковые разъемы, разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, убедитесь, что они не сгорели и не подверглись коррозии, если вы сомневаетесь, приобретите очиститель электрических контактов в любом магазине запасных частей, если требуется очистка клемм, если это невозможно, возьмите спирт и небольшую пластиковую щетку, Чтобы почистить их, после очистки дайте им высохнуть на воздухе, заполните полость разъема диэлектрическим силиконовым соединением, те же материалы, которые они используют для розеток и проводов свечей и зажигания, и соберите, если у вас есть диагностический прибор, удалите диагностические коды неисправности из памяти и посмотрите, вернется ли этот код, если это не так, то соединения, скорее всего, были вашей проблемой, если код возвращается, нам нужно проверить сигналы напряжения клапана, датчика АЕМРС, АЕМРС, поступающие в РСМ и обратно, контролируйте напряжение датчика АЕМРС на вашем диагностическом приборе, если диагностический прибор недоступен, проверьте сигнал, поступающий от датчика АЕМРС, с помощью цифрового вольтметра, DVO-M, при подключенном датчике красный провод вольтметра должен быть присоединен к сигнальному проводу датчика АЕМРС, а черный провод вольтметра подключен к земле, запустите двигатели и контролируйте вход датчика АЕМРС, нажми на газету По мере увеличения оборотов двигателя сигнал датчика IMRS должен меняться, проверьте спецификации производителя, так как там может быть таблица с информацией о том, какое напряжение должно быть при заданных оборотах, если это испытание не пройдено, вам необходимо убедиться, что клапан IMRS будет перемещаться и не заедает или не залипает во впускном коллекторе, снимите датчик, привод IMRS и возьмитесь за штифт или рычаг, который перемещает пластины, клапаны внутри впускного коллектора, Имейте в виду, что к ним может быть прикреплена сильная возвратная пружина, поэтому при их повороте на них может быть натяжение, проверьте, нет ли перекручивания, ослабления в пластинах, клапанах при их повороте, если это так, вам необходимо заменить их, и это обычно означает, что вам нужно будет заменить весь впускной коллектор, эту задачу лучше оставить профессионалам, если пластины, клапаны IMRS поворачиваются без заедания или чрезмерной ослабленности, Это указывает на необходимость замены датчика, исполнительного механизма IMRS и повторного тестирования Опять же, нельзя подчеркнуть, что все другие коды должны быть диагностированы до этого, поскольку проблемы, которые вызывают установку других кодов, также могут привести к тому, что этот код также будет установлен Нельзя также подчеркнуть, что после того, как первые или два этапа диагностики возникнут, а проблема не очевидна, было бы мудрым решением проконсультироваться с автомобильным профессионалом относительно ремонта вашего автомобиля, так как большая часть ремонта оттуда вперед требует снятия и замены впускного коллектора Чтобы правильно отремонтировать этот код и проблему с характеристиками двигателя, следует также отметить, что некоторые пластины, клапаны IMRS могут удерживаться на месте вместе с узлом датчик Приводы не могут заменяться отдельно, попытка разобрать их на части может привести к их поломке, если вы не уверены в своем автомобиле, обратитесь к автомобильному профессионалу